здарова народ ваша любимая рубрика разбор ошибочек для того чтобы канал развивался это видео предлагалось остальным танкистам обязательно смотрите видео до конца это самое главное ну не забывайте про лайки и комментарии друзья с вами варчик в этом видео будем разбирать ошибки присланные вами вот у нас бой на 705 карта руинберг нижний респ который довольно таки давно уже переделали и он чувствует себя намного лучше чем верхней особенно в городе потому что там очень много взяли взяли и сделали всяких насыпей от которых можно спокойно играть от башенки а урагу таких насыпей нету и враги когда приезжают они просто стоят целиком открыты и получают люлей а мы можем спокойно играть полностью от кучек мусора и наш танчик будет скрыт настолько насколько мы захотим но есть такие игроки которые не особо пользуются какими-то хитростями для того чтобы помогать вбр у меньше на вас влиять мы можем помогать вбр у но не все этим пользуются это довольно таки просто для того чтобы помогать вбр у нужно уменьшать возможность врага по вам попасть чем меньше вы своей тушки подставляете тем меньше шансов врагу по ней попасть тем самым вы уменьшаете шанс вбр у проявить себя и когда игрок сейчас из-за поворота выезжал первый раз было видно что он сначала вообще куда-то влево смотрел потом медленно переводился направо если вы куда-то уже собрались вылазить то нужно сразу уже в то место зацелить чтобы у вас во первых пушка туда была повернута вы выглядывали и сразу же туда имели возможность стрелять для того чтобы как можно быстрее отъехать назад чем быстрее вы отъедете назад тем меньше времени вы дадите вбр у и врагу на то чтобы он стрельнул в вас и опять же вбр будет меньше шансов проявить себя сейчас наш игрок выехал просто прямо и стрелял он принципе никак не прятал свой танк хотя мог выехать от борта сейчас арта в нас стрельнула и время пошло опять наш игрок никак не помогает вбр у никак не способствует тому чтобы врагу было сложнее попасть уменьшить шанс вбр у проявить себя как это нужно бы нужно было танк повернуть влево и показывать врагу одну гусеницу стрелять мы смогли бы точно также успешно как и сейчас но при этом мы бы не высовывали вперед нлд и влд в которая враг стреляет и наносит урон стоим и все это время под артой она в нас стреляла секунд 20 назад имейте за привычку не стоять на одном месте 20 секунд если арта по вам стреляет потому что она стрельнет сейчас еще раз тем самым вы просто будете сейвиться от арты лишний раз игрок потратил лишнее хп уже два раза и снова он выехал не готовым к стрельбе то есть сразу нужно зацелить то место на которое хочешь выехать тем более у нас есть третье лицо так сказать у нас в принципе в танках игра третьего лица у нас камера находится сзади танка и мы можем ей крутить и выглядывать из-за поворота для того чтобы посмотреть что там делает враг как он стоит и для того это нужно делать чтобы уже заранее подготовить себя к тому как стоит враг чтобы легче наносить урон тем самым мы опять же будем лучше готовиться и лучше пользоваться вбр м для себя и уменьшать возможность вражеского бара тем что мы меньше подставляем если наш танк почти не видно то вбр у почти некуда проявить себя тем самым мы меньше тратим хп об этом нужно думать и лишний раз танк не подставлять сейчас игрок допускает ошибку он мог спокойно в борт стрельнуть амx у но не сделал этого ему очень тяжело целится по какой-то причине он очень плохо это делает очень плохо выцелит очень медленно сейчас он мог подставиться под стандарт b если бы он слева был ничего не чекаем справа едет лтшка по карте на карту мы не смотрим вообще то есть игрок приехал в стандартную нормальную позицию отыграл там 50 на 50 сейчас на автоприцеле стреляет через кучку мусора и чудом попадает в каток защитнику делал он это просто так то есть сейчас он тоже не воспользовался тем чтобы улучшить свою стрельбу он мог сейчас не попасть он вообще не проявил никакого желания хоть чуть-чуть прицелиться и не попасть мимо врага в кучку мусора либо еще куда-нибудь додумался хотя бы тараном добить но возможно это у него получилось случайно неизвестно то есть игрок вообще не проявляет интереса к тому чтобы играть нормально он никак не сейвит свой танк никак не пытается глянуть повернул так камеру что там делает враг чтобы быть готовым из-за поворота ничего не смотрит никак не подготавливает к себе себя к тому что его ждет за поворотом он сразу просто двумя катками вперед выглядывают и все стреляет как попало ничего особо толком не выцеливая в одном моменте вот там ватный танк в крышу пробил и все а так ему даже тяжело когда враги бортом подставляются и сейчас он едет по центральной улице на перекрестке засветится он сейчас и сбоку ису могла бы ему просто сейчас снести хп 800 спокойно если бы она сюда была зацелена а там мог бы быть еще и скорпион арта или еще что-нибудь теперь берет просто разворачиваться назад суть этого маневра заключается в том что игрок не смотрит на карту вообще он просто подумал что надо наверно давить вперед и поехал на стандарта куда-то там вперед теперь опять же что он делает он опять двумя ногами вперед выкатывается и никаким образом не сейвит свой танк просто как выехал так и выехал куда-то бахнул и стоит ровно ровно абсолютно ровно к врагу танк находится просто идеально ровно пробить сейчас максимально легко этот танк на котором он играет объект 705 никак не ромбик никакой не подкрутил ничего абсолютно не проявляет весь бой игрок никакого стремления к тому чтобы повернуть в ббр в свою пользу и уменьшить вражеский вообще не пользуется ничем не танк свой никак не от бортика от поворота не отъезжает не ромбует ничего абсолютно при этом еще очень тяжело как-то выцеливает и очень многие танкисты играют подобным образом они просто никак не пользуются ничем вокруг себя в свою пользу вот опять же очень большие проблемы с выцеливанием у игрока и он снова стоит просто как истукан ровно прямо просто прямо и скорпион может нанести легко урон но скорпион видимо такой же выцеливатель как и наш объект 705 и поэтому скорпион куда-то поехал скорпион стреляет фугасом не добивает нас и мы добиваем его на автоприцеле хотя наша пушка была заряжена еще в том году и уже с левой стороны от т-44 видно как летит в нас снаряд и мы успешно сдохнем что можно было сделать в этом бою лучше и какие были ошибки ошибки были в том что мы вообще не отсчитываем 20 секунд после того как в нас попала первый раз арта еще на первом повороте когда мы выезжали стрелять в мх французского в нас попала арта и мы секунд 30 или 40 да и там вообще да еще дольше стояли там и получили еще одну тычку от арты при этом мы никак не сейвились мы не играли от борта мы просто выезжали вперед ногами показывали свое увеземое место нлд теперь я вам покажу как нужно было зацеливать выезжать от поворота для этого специально взял тяжелый танк задней башены точно так же как у нашего героя в начале когда мы сюда подъезжаем нужно было чекнуть левую сторону если там никого нету то если наш танк высокий мы засветимся когда будем проезжать эту дырку если наш танк достаточно высокий мы через нее даже сможем стрелять и потом нужно было чекать таким образом выехали стрельнули заехали все либо если нас слева напрягают выворачиваем танк отъезжаем назад либо рамбуем от фонтанчика и от нашей кучки играю в эту сторону но ни в коем случае не надо было выезжать а потом поворачивать прицел это не очень в крайнем случае можно было вот так посмотреть камерой что там происходит выехать сразу либо стрельнуть если враг полностью подставляется в прицел и он ватный либо выцелить если есть возможность либо сразу стрельнуть даже если враг бронированный и он если мы знаем что он заряжен лучше не стоять в его прицеле стрельнуть и сразу отъезжать назад если есть возможность то можно порамбовать таким образом чтобы враг не мог нас никуда пробить и если мы хотим пострелять направо то откатываемся назад можем пострелять подъехал сюда ближе и таким вот образом как я сейчас показываю просто показываю гусельку можно по чуть-чуть подъезжать мансуя на месте и в нужный момент выехать стрельнуть и просто проехал вперед все мы в сове просто в безопасности враг нас никуда не пробьет если он будет стрелять тот момент когда мы выезжаем куда у нас может пробить в лоб башни ну и все больше никуда потому что вдоль борта будет рикошет если он через гусеницу будет стрелять тот не пробьет все лючок у нас находится слева это если поговорить про тот танк на котором играю я если же я буду выезжать таким образом как выезжал наш герой то у меня уже открывается все и лючок и нлд и в принципе и влд тоже может пробиться если он будет стрелять голдой да и без голды возможно тоже то есть мы открываемся сразу целиком на заднебашенных танках вообще лоб танка показывать уже нельзя был единственный танк а на котором было можно так делать это был тапок б но его переделали и даже на нем теперь так делать нельзя на нем тоже надо выезжать таким образом чтобы было видно только бортик и все все очень просто если мы встречаемся с врагом лоб в лоб он допустим стоит вот перед нами прямо вот здесь то нам не нужно стоять ровно это самое плохое наше положение если нам некуда деться и открытое поле то танк нужно довернуть таким образом чтобы пушка была на катке почти у всех танков заднебашенных это самый идеальный ромб когда пушка наша на катке таким образом чтобы была одна линия наша пушка каток и лицо врага это одна линия это самый правильный ромб на заднебашенных тяжах лучше всего еще прятать переднюю часть танка за укрытием таким образом мы получаем идеальный ромб и прячем все уязвимые зоны но в нашем случае мы не прячем лючок если враг слева а если враг допустим справа то лючок прячется за укрытием допустим таким образом и нужно действовать врагу не должно быть куда стрелять если есть возможность прячем все уязвимые зоны вот и все а по поводу выцеливания очень легкое было выцеливание в этом бою враги подставлялись довольно таки просто но даже в этих случаях герой стрелял плохо и здесь уже проблемы просто во внимательность он не внимательно как-то выцеливал и не смотрел абсолютно на карту тактических ошибок в принципе по началу боя не было он приехал в хорошую позицию отыграл ее и все а вот в конце боя он просто поехал в никуда лишь бы куда-нибудь потому что на карту не смотрел вот такие ошибки в данном бою пользуйтесь выбором так чтобы он играл вам на руку мешайте врагам в себя стрелять тем самым врагам просто некуда будет наносить урон не подставляйтесь так жестко если вы ничего не делаете играете вот так вот безалаберно ничем не пользуясь то и шансов выжить будет меньше а раз вы тратите лишнее хп то и умираете быстрее а значит и урона нанесете меньше в этом бою можно было возможно даже затащить либо настрелять намного больше потому что тут паттон шотный в принципе 44 на 2 выстрела если мы правильно станем она нас не будет пробивать может быть 112 еще чем-то поможет и бой мог бы быть совсем другим если бы мы не потратили столько хп на безалаберную игру и выезжание своим уязвимым местом как попало с вами был варчик играть красиво пока